Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И я, как всегда, иду на поводу у своих посетителей, у тех, кто комментирует видео, у тех, кто отвечает на опросы в конце видео. Кстати, напоминаю, что вот здесь вот в конце видео появится буковка И. Это так называемые карты. Там я добавляю опросы, что вы хотите увидеть в следующих обзорах. В любом случае, теперь в этом видео и в следующих видео я буду тестировать Teclast X16 Power, который вы видите. И вот там вот дальше лежит Teclast X80+. Новые китайские планшеты на новых Intel Atom процессорах X7 Z8700 и X7 5 Z8300. В рабочих приложениях, программах. Начнем мы с видео, поскольку я обрабатываю видео каждый день, поэтому у меня часто и гудят серверы. Например, сейчас оно тоже обрабатывается. Соответственно, я начну с видео, с программы Sony Vegas Pro. Кто пользуется другими приложениями, мне очень жаль. Я с ними не знаком и у меня их нет. Поэтому посмотрите и оцените, как это делается в Sony Vegas Pro. В любом случае, само кодирование видео, энкодинг видео, выполняется независимо от типа программы, кодеками, которые будут работать одинаково, что в Adobe Premiere, что в Vegas Pro. Поэтому смотрите. Ну и я также напоминаю, что здесь вверху в всплывающих аннотациях есть линки на другие обзоры этих планшетов. Я их уже много наснимал. Внизу в описании тоже есть. Ну и подписывайтесь на канал. И также пишите в комментариях или отвечайте в вопросах. Вопросы я заглядываю регулярно. А что вы еще хотите увидеть из тестов. А начнем, как вы уже поняли, с Techlast X16 Power. Не потому, что я обычно начинаю с более слабенького Techlast X80+. А просто потому, что он здесь стоял с предыдущего обзора. Я подумал, ну почему же нет. Напоминаю, что я буду тестировать то, что называется Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro мы протестируем на одну простую задачу. Время конвертации видео, сколько времени понадобится на конвертацию видео. И я буду делать это на 13-ом Sony Vegas Pro. Он 64-битный. И планшет у меня тоже. На самом деле Intel Atom в любом случае сейчас уже 64-битный. Просто здесь 8 гигабайт памяти. Оперативной. Да-да-да, 8. И это хорошо вписывается в концепцию 64-битной операционной системы. Поэтому поехали. Давайте посмотрим, как это работает. Запускаем Sony Vegas Pro. Вы видите, как он стартует, как он грузится. И сейчас мы увидим, собственно говоря, заставочку. При этом при старте Task Manager Sony Vegas Pro спер у нас сколько места перформанса? Он спер 1,8 гигабайта. То есть не так уж и много, как мог бы. То есть из 8 гигабайт, 7,9 гигабайт доступных. Я начну с самой простой вариации. Я возьму видео, которое всем наверняка знакомо. Это Wild Life. То, которое я тестирую и для других видео. Кстати, по поводу работы с самим Sony Vegas Pro у меня есть отдельное видео. Я его как-нибудь перепишу. Вот здесь, вверху, опять же, напоминаю, в аннотациях. Какой-то из них вы найдете, либо в описании. Я не буду особо комментировать то, что я делаю. Я просто покажу, как это будет работать. Итак, я сейчас настрою наш проект на то, чтобы он, да, 720 на 200 откорректирует цвета. Все у нас хорошо. Аудио у нас лучшее качество 24 бита. Видео тоже качество лучшее для конвертации. Это окей. Как вы видели, само видео подгрузило девайси быстренько, без всяких проблем. Теперь осталось подкорректировать. Как я уже говорил, я возьму брайтность и контрастность. В данном случае ничего особо военного в этом деле нет. Просто поднимем немного. Я не староплюсь 0,75 сделать лучше. Вот примерно так. Я просто делаю то, что я обычно делаю с видео. И улучшим средние цвета. Сделаем их более насыщенными. Вроде все. А, нет, не все. У видео, скажем, не выполнять resample. Отдельная история. Итак, у нас готов Untitled. Я запускаю, соответственно, на конвертацию рендер. Рендерить я буду. Как я буду его рендерить? Правильно, я рендерить буду в виде видео MPEG 4 в режиме интернет 720p. При этом я кастомизирую. Да, те же эти. Да, это двухпроходная обработка. 4 мегабит в секунду поток максимум. И средний битрейт в 2 мегабита в секунду. Я думаю, что 2 мегабита в секунду хватит всем. И здесь я выбираю, обратите внимание, рендер CPU only. То есть графический адаптер, который мы можем использовать. Например, OpenCL либо CUDA для дополнительной обработки видео мы использовать не будем. Аудио стандартное оставляем, чтобы убедиться, OpenCL есть. Но, опять же, напоминаю, мы его не используем. И Project Quality выставляем в Best. Все, все готово для работы. Рендер. А, оно у меня уже раз рендерилось. Я могу сказать, что оно показывало примерно 7 минут на конвертацию. Если подождать немного, то оно стабилизируется и будет показывать правильную работу. И теперь вы видите, как система пошла хавать память. То есть мы стартовали с 1,9. Сейчас уже, как вы видите, 4,6. И не растет. То есть этого хватает для конвертации. То есть примерно половина памяти, на самом деле почти 60%, ушло в работу с видео. Хотя у меня иногда уходит и до 30 гигабайт памяти на моем большом сервере. Напоминаю, там 2 Axion. Кстати, пока оно тут колбасится, хочу сказать, что мои дорогие 2 Axion, пусть и старого поколения, 55-й еще серии, они конвертируют это видео буквально за 2 минуты вручную. Даже меньше, по-моему. Смотрим. Все в нагрузке. Процессор утилизирован на 100%. Его частота 1,7. До 1,8 не разгоняется. Ему не надо. И мы видим, что время выполнения уже практически стабилизировалось. 5.18, 5.17, а здесь минута 26-27. То есть, в принципе, где-то к тем 7 минутам мы сейчас и выйдем, о которых я говорил. Поэтому я остановлю. Мы не будем разговаривать 7 минут. И включу, когда оно закончит. Итак, время подходит уже к последним 20 секундам. Не знаю, видите вы или не видите. Вот 14 секунд. При том, что общий результат это 7 минут 20 секунд. Да, там 25, наверное, будет секунд. Обработка видео 30-секундного 720p. Конвертация в Pech 4, те же 720p. С применением, ну вот, да, 7.30. С применением нескольких фильтров, которые делают, ну, на мой взгляд, это видео более ярким и интересным. Про, опять же, работу с самим видео. Про работу с Sony Vegas Pro. И у меня есть видео. Хотя я его писал 2 года назад. Пора уже обновить, потому что за 2 года борьбы с Sony Vegas Pro я нашел много различных других фич и интересных особенностей. Может быть, стоит и переписать. Поэтому мы сейчас откроем фолдер, глянем, что получилось. Получилось видео на 8 мегабайт. Тогда как начальное видео у нас было на 25 мегабайт. То есть мы его хорошо так ужали в процессе. Можно глянуть, что оно из себя представляет. О, да. Ой, ой. Какие кубики. Какое мерцание и тому подобное. Да. Такое видео нам не видео. Надо ставить 8-10 мегабайт в секунду поток. Ну, естественно, здесь поток был 6 в Wild Life. Я думаю, вы все знаете его. А теперь переходим к самому интересному. А самое интересное это рендер с теми же настройками, чтобы вы убедились в том, что они те же. Вот, пожалуйста. Но с использованием OpenCL, который присутствует. То есть сейчас видеоадаптер начнет слегка помогать процессору, беря на себя часть функций и часть вызовов. Конечно, это никуда, но все же станет немного легче. Я запускаю и включу уже по факту результат работы. Давайте рендер. Да, перезаписать. Качество оно не улучшит, просто ускорит процесс обработки. Примерно на 1-2% станет понятно, сколько времени потратит система. Ну, вот если 1% это было где-то 15 секунд или 10 секунд, то 100-10 тысяча секунд. Вот, считайте, на 60, тысяча на 60. Что много, больше 10 минут. Ну, оно, кстати, он показывает сейчас 7.48 и так далее. Вот уже примерно точный результат. Подождем, посмотрим, что будет в итоге. Чуть-чуть провтыкал. Включение вот буквально закончилось. 8.02. Конвертация видео с OpenCL. Можно долго спорить, почему так, а почему не так. И как оно вообще в оригинале должно было бы быть. Ну, как говорится, что маемо-то маемо. Поэтому 30 секунд разницы надо, как говорится, тестировать и смотреть, что же будет быстрее, что будет не быстрее. В данном случае, скорее всего, при высокой нагрузке на основные ядра процессора, графическая карточка у Атома, не слишком играет, скажем так, замечательную роль, выдавливаемая тем же турбобустом, да. Получается, что OpenCL при конвертации видео более эффективен, наверное, будет, когда у вас отдельная графическая карта. Но про это, это совсем другая тема, да. Я перейду к следующему тесту. Не хочу сохранять. И следующий тест у нас будет весьма и весьма похожий, да. Мы возьмем те же практически настройки, но другой файл. Этот файл будет у нас, где я его положил, вот он. Это файл с предыдущего, одного из предыдущих видео. Помните тест того, что называлось Need for Speed на Т-классе, только младшем? Вот вы видите красный Порш, да. Красный Порш, как оно идет. Поток у этого файлика очень и очень неплохой. А именно 30, если я не ошибаюсь, 26 Мбит в секунду. Так что все у него очень замечательно и 50 кадров в секунду обработки. Поэтому я сейчас бросаю этот файлик. И чтобы вы видели, да, отконвертирую его дважды. Один раз с использованием процессора, другой раз без использования процессора. Параметры у нас будут все те же, 50 кадров в секунду. Выключим яркость, да, обработку. Теперь далее мы возьмем яркость и контрастность. Подкорректируем и более яркий, более контрастный. Более яркий, контрастность я обычно ставлю 0. 0, я сказал, а, 0, сработал, 0.75. Вот вы сразу можете видеть, как меняется результат 0.75. Вот чуть-чуть ярче. Теперь мы уберем вот этот красный фон, который дает засветка камеры. Это красные средние, нет, яркие тона. И у них, упс, не то. Sorry, Color. Вот, Color Balance. И сделаем их минус. Цифры, кстати, для обработки не имеют значения. Имеют значение минус 0.7 где-нибудь. Так, о, теперь оно стало явно белее. И засветим все средние тона, чтобы сделать картинку насыщеннее. При этом выключим то, что называется ресамплинг, поскольку будем менять разрешение. И не появлялись призраки в изображении. И погнали рендерить то же, что и было раньше с теми же, соответственно, настроечками. Выбираем только теперь интернет 1080p. Вы видели интернет 1080p? Я вот видел. Выбираем, что не выполнять подгонку под фреймы. Два фрейма, два этих. Их 4, два. Не разбивать видео на кусочки. Рендер use CPU. Аудио оставляем только, хотя графика, опять же, у нас есть. И качество максимальное. Все, погнали рендерить. Есть. Ну и оно пошло конвертировать видео. Я буквально через 3-5 минут включу снова, для того, чтобы вы увидели промежуточный результат. Сколько оно в этот момент насчитает времени на конвертацию. Ну что же, вот оно примерно на 4-5% уже стабилизировалось. Как я знаю, я знаю по тому, что верхнее значение времени ожидания начало идти вспять. То есть сначала оно нарастало. И вот примерно на 1 минуте 6, на 1 часе 6 минутах, там 20 секундах, оно начало уже отсчитывать назад. Значит, все пошло хорошо. Система, как вы видите, ожидает, что закончит в течение 1 часа примерно 10 минут. С точки зрения нагрузки, мы опять же видим процессор, который не разогнался до его даже максимальной частоты. 1,6, хотя могут выдавить из себя и 2,4. То есть он справляется с задачей загруженного 90-80%. Идет процесс обработки видео. Ну и памяти, опять же, 5,3 гигабайта, 67% всей памяти занято, в данном случае, я думаю, одним приложением, которое называется Vegas, Sony Vegas Pro 13. Можно посмотреть, где оно там у нас живет. Sony Vegas. Где ты наш, Sony Vegas? Кто видит Sony Vegas? Что-то я его... А, вот он. Vegas 1,6 гигабайта и 84%. Работа, да. Ну, ждем окончания. Я включу тогда камеру. Я не буду ее уже ждать полного окончания. А потом, после этого, я еще раз запущу с конвертацией в OpenCL. Для того, чтобы вы могли посмотреть, что это будет с OpenCL. И действительно ли даст оно какой-то эффект, может быть, на большом участке или на конкретном видео станет легче. Вы не поверите, я случайно заглянул в комнату, да, и посмотрел на девайсину. И, как вы видите, попал минута в минуту, вернее, даже секунда в секунду. Мы видим, как заканчивает конвертацию видео, большого видео 1080p с 26 мегабит в секунду до 4 мегабит в секунду. Текласт X16 Power на процессоре Intel Atom Z8700 X7. Да, можно посмотреть результаты такого конвертирования. Файлик получился. Где же ты, наш файлик-то? Иди сюда, мой белый хлеб. А, он еще, да, 37 мегабайт. Совсем-совсем маленький файлик, слушайте. При том, что изначально был 2 гигабайта. Что-то я слишком хорошо его ужал. Можно глянуть, как это все дело выглядит. Ну, да, качество, конечно, пострадало. Но, в принципе, все, что мы хотели, мы получили в том или ином виде. А теперь, не отходя, так сказать, от кассы, закроем минута 07.49 секунд. Практически минута 08. Кстати, дорогой и любимый Xeon выполняет эту операцию за 23 минуты без OpenCL. И практически за 15 минут, ну, там, за 18 минут с OpenCL. Напомню, что у меня там стоит IT никуда, но все равно IT. А далее мы прогоним соответствующую операцию. Теперь уже с... Правильно. Кстати, чего оно половину у меня отгрызло? Это неправильно. Сейчас оно select all. Select left. Correction, color balance. А, вот это вот штука. И мы сейчас запустим второй тест. В этом тесте будет у нас результат с OpenCL. Да, я выбираю здесь OpenCL. Все остальные параметры остаются такими же. Best. Окей. Так, еще раз проверить. Выбран? Выбран. Система видит. Система видит. Погнали. Рендер. Да, перезаписать. И, опять же, пошел процесс на конвертацию. Сейчас мы чуть-чуть подождем. Буквально до 4-5%. Оно покажет нам, сколько времени реально будет конвертироваться в таком режиме. Как я и говорил, примерно на 4% устаканивается уже операция. Вы видите, что сейчас оно показывает час 0.04-0.03 даже при 3 минутах. То есть, уже изначально чуть-чуть быстрее. Потому что в предыдущий раз оно начало откат примерно на часе с 6 минутах и 20 секундах. То есть, все-таки OpenCL в данном случае где-то что-то делает хорошее. Ну, сейчас подождем. Посмотрим, чем операция закончится. Опять же, мне еще час ждать. Ну, что я сделаю за этот час? Правильно, я пойду погоняю танчики на Xbox. И, кстати, вот тут вот народ активно обсуждает после моего видео с Need for Speed на этих же планшетах теста, что лучше, да, и почему эти планшеты такие медленные. Ребята, хотите играться? Купите себе Xbox One. Любые игрушки будут идти великолепно. Танчики идут просто фантастически. С любым качеством. Любыми тенями и тому подобное. Эти планшеты это больше для работы. Я даже бы не рекомендовал использовать этот планшет для конвертации видео, вот как вы видите сейчас. Хотя, вот еще этот с X7 Intel Atom еще можно и 8 гигабайтами памяти, да. Напоминаю, что то, что он делает в течение часа, у меня Xeon делает в течение 25-20 минут, ну, 23-18 минут. Так что цените свое время, время, ну, а я вернусь к вам через час, для вас это пройдет мгновение. И мы закончим уже тестирование. И мы закончим уже тестирование Teclast X16 Power на Intel Atom X7 Z8700, самым мощным. И перейдем к более слабому Teclast X80+, у которого стоит Intel Atom X5 Z8300. И там стоит 86-32 бит на X86 система, поэтому 32 бита, все-таки не 64 бита, особенно для обработки графики. Поэтому будем смотреть, какие там будут результаты. Ну и плюс, кроме слабого процессора, еще и 2 всего гигабайта памяти. Посмотрим. Смотрите дальше. Ну что же, вы видите, теперь последние секунды убегающей конвертации того же видео, только с OpenCL. Большого я имею в виду видео. И результат, как вы видите, минута 0... Не, минута, час 10 уже. И чуть-чуть больше, да, час 1, час 10, 0,1. Опять OpenCL облажался. Если в предыдущий раз он облажался на 30 секунд, то на часе он облажался на минуточку, практически на 4 минуты. Соответственно, сказать о том, что OpenCL помогает в данном случае, нет. И я для того, чтобы исследовать, скажем так, проблему, даже запустил GPU-Z, посмотреть, что же происходит с графической карточкой. И попытался сделать скриншоты. Кстати, а где мои скриншоты? Чего-то я их не вижу. Я же их делал. Нет. А в камере Roll тоже нет. Странно. И куда убежали мои любимые скриншоты? Непонятно. В любом случае, было видно, что видеокарточка не нагружена. Она прыгала от 20 до 30%. Ее частота составляла 400 МГц. При том, что рабочая частота максимальная должна быть 600 МГц. То есть, опять же, мы имеем дело с тем же Turbo Boost, который либо отбирает все на ядра основные процессоры, либо на графику. И я так понимаю, что поделить все на всех не хватает. Когда я делаю это на своем большом компьютере, большом сервере, то это срабатывает хотя бы потому, что у меня два процессора по 8 ядер каждый. У них еще гиперсрединг. Итого получается у нас 32 ядра. Система берет всего 16. Плюс у меня двухпроцессорная графическая карточка, которую OpenCL тоже берет. И мы на 23 минутах получаем прирост в 5 минут использования OpenCL. Напоминаю, этот тест Xeon из старой 55 серии выполняют за 23 минуты без OpenCL. И с OpenCL, то есть с использованием АТ-шной карточки, они выполняют 58 800. Они выполняют за... или 68 800, не помню уже, они выполняют за 18 минут. Ну, а теперь мы перейдем ко второй части Морлезонского балета. Мы погоняем вот этот планшет. Этот планшет, напоминаю, правильно. Teclast X80+. Плюс он послабее. И OpenCL я уже тестировать не буду. Собственно, Wild Life прогоним на конвертацию с теми же настройками. А потом прогоним тот же файлик вот этот вот с видеокамеры. Для того, чтобы посмотреть, что получилось. И сколько это будет. Часа 2-3. Хотя на 30 процентов. Ну, 2-30. Час 30, час 40. Посмотрим. Смотрите дальше. Вы это увидите через секунду. А я пойду опять погоняю танчики. Что же, пришло время продолжить с планшетом, который называется Teclast X80+. На нем Intel Atom Z8300X5. И, соответственно, я опять же погоняю на нем Vegas. Но здесь 2 гигабайта памяти и 32-битная операционная система. То есть для X86. Соответственно, мне не удалось найти... Ну, его физически не существует. Vegas 13 Pro, который я использовал для конвертации видео на вот этом вот планшете. Который Teclast X16. Да, там 8 гигабайт памяти. Там более мощный процессор. Поэтому, несколько некорректное сравнение буду использовать Vegas Pro 11. Хотя, опять же, кодеки здесь одинаковые. Разница между кодеками только в том, что они 32-битные, другие 64-битные. И многие операции ускоряются не только за счет более высокой производительности процессора, но и за счет 64-битности. И давайте запустим такие Vegas 11, 16, ну, 16, 32-бита. И давно я не пользовался 16-битными системами. И здесь же у нас вводятся, где у нас, в Downloads, все те же файлики, которые мы и использовали. Первый из них это Wild Life. Добавляем Wild Life в систему, как вы видите, без всяких на то проблем. Добавилось. И теперь наша задача состоит в чем? В том, чтобы оформить это все красиво, как было. То есть мы берем яркость и контрастность, выбираем более ярко и более контрастно, бросаем сюда. И здесь мы указываем вместо 150, 0, 75. Хотя, как я уже говорил, здесь не имеет это значения, поскольку... Поскольку в данном случае от фильтра, сама операция, да, от значения фильтра не зависит. И второй момент, это Color Correction Secondary. Делаем более яркими средние цвета. На этом наши операции по издевательству над видео закончились. Мы сейчас посмотрим, что у нас. Да, 720, Best, все как положено, без каких-либо проблем. Окей. И запускаем на конвертацию, Render S. Для рендеринга мы выберем тот же режим, только не Sony Tablet, а интернет HD 720p, узнаете темплейт, здесь мы снимем галочку, здесь мы скажем, что нам два прохода, 4 и 2. Да, 4 это максимальная пиковая, поток, да, 2 это среднее значение пикового потока. И, соответственно, выберем работать только с C2 Audio, 192, GPU, ну, не будем чекать, и Project ставим в Best. Все. Запускаем и, соответственно, ждем результата, который должен быть, ну, хотя бы приблизиться, да, на 30%. То есть, если мы видели 7.30, то в данном случае это должно быть примерно 10, там, 9, 9 минут, 9-10 минут на конвертацию. Ну, вот идет, идет процесс конвертации, ждем-с, как оно будет. Значит, я чуть-чуть подвину камеру и чуть-чуть сдам назад. 5% в 10, вот видите, минут 10-20, ну, короче, около 11 минут я включусь, когда это все закончится, и поставим конвертироваться следующее видео для того, чтобы дождаться потом его результата. Что же, прошло 9 с копейками минут, и, соответственно, конвертация видео подходит к концу. Для тех, кто очень переживает за саму систему, я хотел бы показать ситуацию с GPU-Z, которая вы здесь видите, да, вот, что показывает сейчас система. Как вы видите, 400 МГц, графическая карточка практически не используется, частота памяти 800 МГц, нагрев до 76% температуры, хотя она, в принципе, что ядра, что того. И 10, там, 12, видите, 20 от силы процентов нагрузка на графическую карту. И, соответственно, кстати, после того, как она закончилась, нагрузка все равно практически, как вы видите, не поменялась. Единственное, что мы сейчас будем видеть охлаждение потихонечку самого процессора. Ну, а с точки зрения нагрузки на процессор, вон, 100% нагрузки. Теперь он потихонечку спадает до нуля. Соответственно, здесь было, кстати, 1,7 и 100% загрузка. Это значит, что все-таки процессор немного просаживается. И почти 10 минут, при том, что 7.30 было предыдущее. Ну, посчитайте, как раз те 25-20% разницы производительности имеются. И если мы будем делать сейчас тест на большое видео, то, соответственно, если оно проходило, там, минуту 10, то, соответственно, на этом должно проходить где-то минуту, час, вернее, минуту 10. То есть, час 10, то здесь должно проходить час 25, час 30. Что ж, давайте попробуем. Чтобы, опять же, упростить процедуру, я сейчас все закрою. Ой, не хотел записывать. Я сейчас все закрою, перезапущу при вас тот самый любимый Vegas Pro 11. И мы сделаем новый проект. Этот новый проект будет полагаться на тот же файл, который есть у меня. А где он у меня? Он у меня где-то здесь. А, это Castle. Вот. Тот же файл про Need for Speed. Посмотрим, какие свойства проекту назначены. Свойства проекту назначены неправильно. Это HD 1080... Почему, 25? 50 кадров, батенька, должно быть. 50 кадров в секунду. Double Pal. Best. Все как положено. Ага, стоять. Это не тот. Вот этот вот нам нужен. Что, 720? Нам нужна вот этот вот. Только 50. О, теперь все хорошо, все правильно. Best. Окей. Ну и опять же наложим на видео нужные нам фильтрики. Brighter, Small, Contrast. Я это делал 0,75. А далее это будет баланс цветов, если вы помните. И этот баланс цветов будет Red Highlights. И тоже, если я не ошибаюсь, я ставил здесь минус 0,75. О, да, оно стало теперь таким беленьким. И последнее улучшить Boost Mids. Яркость цветов. Яркость цветов. Все эффекты, которые я хотел, я наложил. И можно вот, кстати, посмотреть, с какой скоростью реагирует интерфейс. Интерфейс реагирует вообще-то нормально. Если еще включить в опциях отображение всей линейки снэпшотов, вот так вот для лучшего. Можно посмотреть, опять же, как оно сжимает, разжимает, переходит. Вполне-вполне ощутимо для работы. И рендер. Кстати, обратите внимание на красоту картинки, получившейся в результате. Опять же, Main Concept. Теперь мы выбираем интернет HD 1080p. Смотрим, чтобы у нас все было хорошо. Только здесь мы пишем 50. Стоп. А здесь мы скажем, что мы не хотим делать resample. И снова Main Concept. HD. Не хотим делать resample. Два прохода. Number of frames было 2. Теперь здесь ставим 4. Здесь ставим 2. Говорим, что это будет рендер только на CPU. 192. Система чек. Отлично. Качество лучше. Ок. Все, мы готовы. И запускаем в рендере эту штуку. Ждать не будем, поскольку я думаю, что это займет очень и очень много времени. Я думаю, что я уже включу, когда видео оцифруется. И мы сможем подвести итоги. Так что не переключайтесь. Сейчас у вас щелк и уже будут итоги. А мне предстоит еще часа полтора пробежки на танках, для того, чтобы дождаться результатов этого конвертирования. А ну что же, я, конечно, провтыкал ждать столько времени, сколько оно требовало для конвертации. Как вы видите, чтобы отконвертировать видео, которое предыдущему планшету понадобилось, конвертировать час десять. Здесь два часа тридцать минут. Тут, ну, все можно говорить, да. И 32-битная система, и процессор медленнее, и старый VEGAS. В любом случае, как вы видите, факт остается фактом. Все же, более слабый процессор есть слабым процессором, да. И в таком случае, ну, чуда не будет. В любом случае, чуда не будет, да. Если вы покупаете планшет за 100 баксов, скорее всего, конвертация видео на нем работать нормально не будет. За 300 баксов еще ладно, понятно. Конечно, лучше купить за 500 баксов тот, который с Core M. И будет еще лучше. А еще лучше, если вы действительно профессионально собираетесь заниматься видео, купите себе либо производительный i7 с бла-бла-бла наворотами, либо вообще Xeon и соответствующую графическую карточку с кучей кудовских ядер, которые будут использоваться для конвертации видео, и тогда чудо произойдет. То есть, чем больше денег вы вкладываете, тем быстрее это дело работает. Так что, можно честно сказать, что планшет Teclast X80+, который работает на Intel Atom X5 Z8300, ну, никак для работы с видео не годится. То есть, если нужно цифровать даже двухминутное видео, снятое с нормальной камеры, до формата, причем, опять же, хочу сказать, формат-то не очень-то и продвинутый, и не очень-то и крутой. Где он? Вот он у нас, Untitled, с качеством, ну, не то чтобы убитым, но под убитеньким, видно, да? Не прокатит. Берите хотя бы X7 Z8700, как в Teclast X16 Power. В общем-то, по-моему, тесты наглядные. Ну, и еще раз хочу напомнить о том, что... Все, что я показываю, как пишут, почему вы Teclast X10 тестируете. Я не Teclast X10 тестирую, я тестирую Intel Atom процессоры, потому что это System on Chip. Каждая следующая версия того или иного планшета той или иной фирмы на этом же процессоре будет практически иметь одинаковую производительность. Разница только в производительности диска, если поставят хранилище, микросхему хранилища побыстрее, и в памяти. Но с памятью не очень существенный будет прирост, да? То есть просто поставят более качественную, более быструю память, чем та, которую я тестирую. Ну, это плюс 3-5% максимум общей производительности системы в стандартных задачах. А я буду прощаться. Думаю, все было хорошо, вам понравилось. Фотошопом займусь в следующих видео. Обещаю. И напоминаю, что с вами был я, Игорь Шерститко. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, чего бы еще хотелось протестировать. Да, это планшет для простых игрушек, да, это планшет для работы, да, это планшет для чтения почты, для работы в офисе, для лазения в интернете. Ну и все это не для того, чтобы гонять суперовые игрушки, которые требуют там кучу графики, кучу памяти графики, кучу ядер частоты, кучу памяти. Это просто обычный повседневный рабочий планшет, который можно потерять, разбить и купить себе новый за те же 100 баксов. А я, кстати, напоминаю, что купил я его такие, да, за 100 баксов на сайте, который называется Тинни Дил. Вот там внизу в описании есть линки, где купить, а здесь в плывающих аннотациях есть другие обзоры, линки на другие обзоры. Промотайте видео, посмотрите и увидимся. Всего хорошего. С вами был я, Игорь Шерститко. Всем удачи. Пока.